На День памяти святой Людмилы, княгине Чешской, 29 сентября состоится праздничная литургия на месте мученической смерти святой в чешском городе Тетин. Богослужение в храме мученицы Людмилы возглавит руководитель паломнического отдела пражской епархии протерей Игорь Ефремушкин. Места, связанные с памятью святой мученицы Людмилы в Чехии, одни из самых посещаемых русскими туристами и паломниками. На Пражском граде в базилике великомученика Георгия Иржи покоятся мощи святой Людмилы. И даже если они закрыты, паломникам обычно идут навстречу. Пока наша съемочная группа участвовала в молебне вместе с православными прихожанами из Чехии, к гробнице святой подошла приложиться паломница из России. Несложно догадаться, что зовут ее тоже Людмила. Каждый раз, когда я приезжаю в Чехию, я лечусь в марианских лазерях. Я стремлюсь к Людмиле Чешской. И первый раз вообще было чудо. Я пришла в этот храм, я не знала, где, что и как. Все было закрыто. И вы знаете, вот чудо произошло. Большие амбарные замки открылись, и меня пустили к мальчам. Я когда своему духовному отцу говорю, а он говорит, ну все правильно, Людмила встречает Людмилу. Гораздо меньше русских паломников в городе Тетин, где в средние века стоял замок святой Людмилы и чешского князя Боревое. Супруги, бывшие язычниками, приняли святое крещение от равноапостольного Мефодия. Святая мученица Людмила в этом замке была удушена по приказу своей снохи Драгомиры, которая покровительствовала языческим жрецам. Но христианская вера только укреплялась в чешских землях. Над местом упокоения Людмилы начали происходить чудеса. Память о святой Людмиле хранят в Тетине и по сей день. Мы сейчас находимся в костеле святой Людмилы, где каждый год 29 сентября мы служим святой литургией. Под алтарной частью находится камень, который был принесен из спальни святой Людмилы, где она была убита. В этом году некоторые паломники, прикладываясь к этому камню, увидели небольшое пятнышко, которое очень похоже на капельку крови. Пока руководитель паломнической службы пражской епархии открывал камень, мы обратились к экскурсоводу. Только что здесь гостила паломница из далекой Боливии, утверждает гид. Но особенно рады здесь видеть православных богомольцев из русской церкви. С самой дальней точки, откуда приезжали туристы, это была пани Людмила из Владивостока. Вот это пятнышко. Вы можете вместе посмотреть. Кровь – это или обычное пятнышко – неизвестно. Достоверно только то, что по молитвам к святой Людмиле многие получают исцеление. Святая мученица Людмила – первая христианская княгиня Чехии. Почитается как покровительница бабушек, матерей и христианских учителей. Восточноевропейское бюро телеканала «Союз». Чехия, Прага, Тетин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова